Так, моя тема называется «Синдром поражения седалищного и бедренного нервов». Начнем мы с поражения седалищного нерва. Синдром грушевидной мышцы – это компрессия седалищного нерва грушевидной мышцы в заднем отделе таза, вызывающая боль в ягодицах, иногда и шалгию. Диагноз ставится при осмотре. Кринически мы имеем хроническую, тупую, ноющую боль, острую боль, покалывание или онемение, которые возникают в ягодицах и могут распространяться по ходу седалищного нерва, вниз и по всей задней поверхности бедра и голени, иногда даже до стопы. При хорошем расслаблении большой ягодичной мышцы под ней прощупывается плотная и болезненная при натяжении грушевидная мышца. При перкуссии в точке грушевидной мышцы появляется боль на задней поверхности ноги. Иногда снижается ахиллов рефлекс, поверхностная чувствительность. При преимущественном вовлечении волокон, из которых формируется большеберцовый нерв, боль локализуется в задней группе мышц голени. В них появляются боли при ходьбе. Пальпаторно отмечается болезненность в комбаловидной и икроножных мышцах. У некоторых больных ставление нижней ягодичной артерии и сосудов самого седалищного нерва сопровождается резким переходящим спазмом сосудов ноги, приводящим к перемежающей хромоте. Пациент вынужден при ходьбе останавливаться, садиться или ложиться. Кожа ноги при этом близнеет. После отдыха больной может продолжать ходьбу, но вскоре у него повторяется тот же приступ. Таким образом, кроме перемежающейся хромоты, при облитирующем эндоартериите существует также подгрушевидная перемежающаяся хромота. Следующий синдром – это синдром седалищного нерва или ишемической компрессионной невропатии. Седалищного нерва. Поражение происходит на уровне подгрушевидного отверстия и складывается из двух групп симптомов. Это поражение самой грушевидной мышцы и седалищного нерва. Болезненные ощущения при компрессии седалищного нерва характеризуются чувством постоянной тяжести в ноге, тупым мозжащим характером боли, отсутствием усиления болей при кашле и чихании, а также атрофии гипостезии не поднимаются выше коленного сустава. Поражение на уровне бедра и до уровня деления на малые и большеберцовые нервы характеризуются нарушением сгибания ноги в коленном суставе, специфической походкой, отсутствием активных движений в стопе и пальцах, которые умеренно отвисают, присоединяющейся через 2-3 недели атрофии парализованных мышц, часто маскирующей пастозность ноги. Следующее мы рассмотрим с синдромом поражения бедренного нерва. Первый синдром – это поражение бедренного нерва ниже паховой связки и характеризуется невозможностью разгибания голени, заметная атрофия мускулейской актритции Питисфеморис, утрачен коленный рефлекс, нарушена чувствительность в зоне соответствующей инновации нерву с сафином. Повреждение нерва выше паховой связки. К всем этим характеристикам присоединяются также расстройства чувствительности на передней поверхности бедра. И, наконец, при самых высоких, наиболее редких поражениях страдает функция мускулей или абсос, что обусловливает невозможное сгибание бедра и приподнимание туловища в лежачем положении. В дополнение стоит рассмотреть, как проявляет себя при этом коленный рефлекс. В клиническом неврологическом осмотре исследование коленного рефлекса является обязательным, так как позволяет судить о состоянии бедренного нерва. В случае, когда коленный рефлекс отсутствует, это может указывать на нарушение в работе периферической нервной системы. Кроме того, эта патология может встречаться при так называемом синдроме третьего и четвертого поясничного корешков. Перечисленные синдромы также известны как неврит бедренного нерва. Существует несколько вариантов проявления патологического коленного рефлекса. В зависимости от того, как происходит движение голени, можно установить, на каком уровне спинного мозга произошло повреждение. При церебральных поражениях голень совершает маятникообразное движение... ... ... ... ... ... ...